Здравствуйте! Вы меня часто спрашиваете, как самим сделать адыгейский сыр? Где его взять? На самом деле это проще простого. Все, что нам нужно, это молоко и лимонный сок. Также нам нужно будет какая-то миска или друшлаг с марлей, или вот специально есть мешочек. Очень часто, вы видели в моих видео, я делаю растительное молоко. Также он подойдет для адыгейского сыра. Начинаю. Нам просто надо вскипятить молоко. Самое главное, надо понимать, где-то на литр молока нам нужен сок 1-2 лимона в зависимости от жирности молока. Также можно приготовить его с йогуртом или сывороткой. Но вот мне нравится с лимонным соком. И если вы положите эссенцию, уксус, то у вас получится не адыгейский сыр, а моцарелла. Поэтому адыгейский сыр получается именно с лимонным соком. Наше молоко закипает и мы просто вливаем сок. Вливаем его, не все сразу. Вливаем и смотрим, сколько нужно сока, чтобы у нас начнет, смотрите, видите, у нас начинается сворачиваться. Но должно свернуться, все отключаем, все отключаем. У нас должно свернуться так, чтобы была сыворотка такого зеленого, ну такого цвета. Смотрите, видите, вот у нас как, у нас уже сыворотка пошла вот такого цвета. Все, видите, у нас створожилось. Все, что нам сейчас нужно, это остудить наш адыгейский сыр, нашу эту массу. На самом деле, как бы делают так, что просто вот оно свернулось и им сразу сливают. Но если вы хотите, чтобы у вас было больше адыгейского сыра и он был плотнее, остудите его до комнатной температуры. Просто сливаем наш творог. Он у нас чуть-чуть еще горячий, но лучше слить, когда совсем остыл. Сейчас важно будет слить вот здесь вот опять эту сыворотку. Смотрите, мы сливаем сыворотку. Сейчас, когда наша сыворотка слилась, нам важно хорошо закрыть наш адыгейский сыр и накрыть чем-то плотным. Смотрите, я ставлю так друшлаг, чтобы у нас здесь было расстояние, чтобы было куда вода стекла, но она не была в этой жидкости. Нам важно, чтобы остальная жидкость, которая там осталась, вся стекла. Оставляем так примерно на 2 часа. И через 2 часа или утром наш адыгейский сыр будет готов. Все, ночь прошла. Мы поставили на ночь под пресс. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, я брала 750 миллилитров молока. Вот такой у нас адыгейский сыр. Сейчас мы разрежем его. Смотрите, вот такой адыгейский сыр получается. Все очень просто. Он свежий, вкусный. Вот порезали на кусочки. Можно добавить его в салат. Можно сделать его пожарить. Можно добавить его в любые блюда.